Добрый вечер! В эфире служба информации Первого Балтийского канала. Мы расскажем вам о самых важных событиях дня в Литве. В шаге от принятия нового трудового кодекса парламент практически определился, но решающее слово скажет президент. Жители Литвы выпивают не так много спиртного, как утверждают международные эксперты. Статистика пересчитала алкобарометр. Реформы высшего образования продолжают буксовать. На изменения решились, но каким должен быть результат, до сих пор не знают. Хакеры требуют сотни тысяч евро у пациентов в клинике пластической хирургии за неразглашение их медкарт. Налоговые инспекции создают умную систему, которая будет видеть и контролировать каждое движение жителей. А в этих и других новостях наш информационный выпуск. Подкорректированный новый трудовой кодекс в одном шаге до принятия. Сегодня парламент почти единогласно поддержал поправки к регламенту трудовых отношений, о которых договорился трехсторонний совет. Теперь остается последнее голосование, прежде чем документ станет законом. Новый кодекс единодушно поддержали аграрии, соцдемы и либералы. И лишь четыре представителя фракции избирательной акции поляков Литвы проголосовали против законопроекта. Среди принятых изменений запрет работать более 60 часов в неделю, включая сверхурочные, а также введение отпуска из 20 рабочих, а не календарных дней. Накануне голосования лидер Кристиан Рамон Аскарбаускис также заявил, что отныне все вопросы о трудовых отношениях будет решать не парламент, а трехсторонний совет, куда входят представители бизнеса, профсоюзов и правительства. Надеюсь, что в будущем у нас будет очень цивилизованный механизм, при котором трехсторонний совет обсуждает отношения работников и работодателей. В этом процессе участвует правительство, а Сейм получает обобщенное предложение, которое он и утверждает. И все же в стенах парламента не обошлось без острой полемики. Депутаты Риммонтас Дагис и Збигнев-Язинский назвали принятые поправки космическими, а парламентарий Аушером Альдейкене заявила, что нововведение на руку лишь работодателям. В свою очередь, премьер Савлю Сквернялис, как его предшественник Альгердес Буткевичус, заверил, что новый трудовой кодекс станет магнитом для иностранных инвесторов. Он очень четко балансирует интересы трудящихся и работодателей и позволит государству стать более конкурентоспособным, создавать привлекательные рабочие места, которые позволят нанимать работников и платить им не минимальный заработок. На следующей неделе судьбу кодекса в теперешнем варианте решит последнее голосование в парламенте. Тогда документ ляжет на стол президента, который либо его подпишет, либо наложит на него вето. Напомним, что прошлым летом более либеральный кодекс глава государства забраковала, сославшись на беспокойность с правами трудящихся. Сергей Шалкин, Мартина Свисбеллис, Первый Балтийский канал. Литва не является самой пьющей страной на планете, а данные Всемирной организации здравоохранения, по которой мы лидеры, это ошибочный подсчет, объявил сегодня Департамент статистики. Не так все плохо объявили сегодня в Департаменте статистики и предъявили новые данные, согласно которым население страны якобы пьет меньше, нежели утверждают международные эксперты. На одного жителя Литвы в возрасте 15 лет и старше в прошлом году якобы пришлось в среднем чуть более 13 литров легального алкоголя, а никак не 18, как утверждают во Всемирной организации здравоохранения. Более того, это почти на литр меньше, чем в 2015 году. Показатели легального алкоголя подготовлены за вычетом потребленного посетившими страну туристами и приобретенного в торговых точках на границе алкоголя, утверждают сотрудники статистики. И при вере цифры, падение на 5,5% крепких спиртных напитков, а пиво и вина и вовсе выпили на 5 и 10% меньше. Как собственные подсчеты повлияют на мировой рейтинг, неизвестно, но зато внутри страны можно вздохнуть с облегчением. Не такие мы и пьяницы. Почти тост. Сегодня в Сиеме вновь вскипели страсти по реформе системы высшего образования. Правительство представило депутатам свой план по объединению университетов, который большинство народных избранников одобрили. Тем не менее, как в коалиции, так и в оппозиции нашлись те, кто пообещал отправить документ на доработку. Буксующая реформа сети вузов все же сдвинулась с мертвой точки. Правда, прогресс относительный. Большинство парламентариев одобрило план Кабинета министров, и сейчас документ выходит на стадию обсуждения в парламенте. Согласно плану, в нашей стране должно остаться лишь 5 государственных университетов вместо нынешних 14. Предусматривается, что к концу реформы два из них останутся в столице, еще два в Каунасе, и последний в Клайпиде. В результате, сказал премьер Саулюс Горнялис, значительно снизится число образовательных программ, что в теории позволит сэкономить средства и подготавливать более востребованных специалистов. Столько программ, сколько есть сейчас, не останется. С учетом этого будет введен критерий доходности. Естественно, что не будет программ, по которым обучается 7 или 9 студентов. Поэтому в ходе консолидации должны автоматически остаться сильнейшие профессора, доценты, преподаватели. А вот оппозиционные консерваторы с планом Кабмина не согласились и зарегистрировали в Сейме альтернативу. В документе предлагается до 2024 года объединить все высшие заведения в сеть из трех национальных вузов. Вильнюсского университета, Вильнюсского технологического университета имени Гедеминоса и университета имени Витутаса Великого. По мнению лидера правых Габриэлю Салансбергеса, в первую очередь нужно усилить Вильнюсский университет, который лидирует в рейтингах литовских вузов. А тогда якобы и вузы послабее сами попросятся объединиться. Высококачественное высшее образование должно создаваться на базе не худших, а лучших литовских университетов. Таковым мы сегодня видим Вильнюсский университет, который оценивается максимальными баллами. Даже если достижения в ЭУ едва можно назвать сильными в европейском масштабе, в нем сегодня содержится самый большой потенциал. Правящие аграрии, между тем, также намекнули, что предложение правительства нуждается в доработке. Как пообещал глава комитета по образованию Эугениус Йовыша, план реформы будет изменяться в зависимости от реакции общественности. Кроме того, заверил Йовыша, правящая фракция уже работает над новой системой финансирования высших школ, которая будет поощрять качество обучения, а не количество выданных дипломов. Сергей Шалкин, Мартина Свисбеллис, Первый Балтийский канал. Взлом базы данных клиники красоты и угрозы раскрытия личных досье десятков пациентов в конце апреля всколыхнули общественность. Сегодня хакеры обнародовали часть имен с фото и перечнем процедур с целью заполучить крупную сумму отступных. Полиция призывает не поддаваться на провокацию. Месяц назад кибервзломщик завладел данными клиники красоты. 35 пациентов с перечнем процедур и фотографиями до и после стали объектами шантажа. На общую сумму порядка 350 тысяч евро. Сегодня хакеры сделали следующий выпад. Медицинские данные части пациентов представлены в веб-сетях во всех подробностях. Чтобы остальные не кинулись собирать деньги для хакеров, полиция выступила с обращением. Собственно, мы средим и оцениваем то, что случилось сегодня после обеда. Сравниваем и контролируем, какая часть данных была обнародована и каким образом. Аналогичные действия в подобных случаях принимаются с целью вызвать истерию у пострадавших и вынудить их пойти на условия шантажистов. Наша задача сейчас не поддаваться на провокации, чтобы не поощрять подобных преступников. Детали следствия не разглашаются, чтобы виновные не ушли от наказания, пояснили в полиции. И вытешение отчитались за кибератаку годичной давности. Виновными во вторжении на сайт парламента и других важнейших госучреждений признаны два гражданина Литвы и один иностранец. Подданство не разглашается. По Уголовному кодексу действия кибервзломщиков квалифицируются как тяжкие преступления. Срок наказания от трех до десяти лет лишения свободы. Наталья Гаврюшова, Мартина Свитцбелес, Первый Балтийский канал. Стремительными темпами растет выручка от экспорта продукции из Литвы. Последний анализ показал, что общая стоимость экспорта литовских товаров в первом квартале этого 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти на 17,5%. Это был самый быстрый рост стоимости экспорта среди стран Балтии. Причинами названы крепнущая экономика еврозоны, восстанавливающаяся и увеличивающийся российский рынок. Самый большой рывок сделан, отмечают эксперты как раз на рынке России и Беларуси. Министр внутренних дел объявил, что договорился со своим итальянским коллегой о том, что Литва уже вскоре сможет проводить опросы беженцев в Италии и отобрать нужных кандидатов для перемещения в Литву. Из лагерей в Италии и в Литву попали пока единицы переселенцев. В основном поток из Греции. А все потому, что Афины разрешили Литве проводить собственный отбор на местах, а Рим до сегодняшнего дня нет. В итоге министр внутренних дел Эймутис Миссюнас самостоятельно отправился в Италию, где заручился поддержкой местных властей. Поток в Литву в самом ближайшем времени должен значительно ускориться. Пока что наша страна переместила всего чуть более 300 беженцев. А до конца года обязалась 1105. Правда, как известно, из этих трех сотен, две сотни уже успели от нас сбежать в более благополучные страны Западной Европы. Судьба переселенцев из лагерей в Италии при такой тенденции кажется предрешенной. Как убедить жителей нашей страны платить налоги? Легко и просто, заявили сегодня сами налоговики. И объявили это, за миллионы евро создадут интерактивную систему анализа, моделирования и управления рисками. Такой почти искусственный интеллект, который будет бдительно следить за каждым гражданином. Благодаря системе специалисты отследят поведение налогоплательщика и сделают определенные выводы. Аналитический отдел при налоговой инспекции сегодня официально открыт. Проект по сбору информации, анализу поведения налогоплательщика Литвы будет действовать три года. Стоимость проекта 2 миллиона 700 тысяч евро. Правда, деньги выделены Европейским социальным фондом. Этот шаг позволит взглянуть на налогоплательщика иначе. Проводимые опросы и исследования показали, что налогоплательщики недостаточно открыты. Теневая экономика все еще существует. Кроме того, с помощью новой системы повысится эффективность администрирования нашей инспекции. Как сказали чиновники, целью и объектом проекта является рядовой налогоплательщик и его поведение. С помощью системы жители и юридические лица будут разделены на подгруппы, за которыми тоже будут наблюдать. В программу по анализу поведения плательщика налогов будут внесены данные лиц. Личные коды, место работы человека, его финансовые возможности. Владение этой информацией позволит избежать ненужных подконтрольных действий. Это даст возможность сберечь время как администраторам инспекции, так и самим людям. Мы заполним декларации, например, намного быстрее, если у нас будут все данные человека. В программу анализа и моделирования входит и просветительский момент. Профессиональные психологи попробуют исследовать и поведение детей. В итоге специалисты объяснят им с толком и расстановкой, как платить налоги, зачем и почему. Специалисты планируют даже создать познавательный мультфильм о сборе налогов. Его стоимость все в тех же почти трех миллионов евро. Мы проанализируем, как предоставить детям информацию о налогах, что нужно сделать, чтобы они хотели их платить. Дети, собственно, отречаются друг от друга. И это зависит от того, в какой ситуации оказалась семья. В некоторых семьях малыши вовсе не знают о налоговой системе. А есть дети, которые уже прекрасно разбираются в ней. Но есть и другое мнение. Информацию о сборе и распределении налогов лучше предоставлять политикам, а не детям. Люди сегодня не понимают, что они получают взамен от оплаты налогов. Поэтому не платят их. Кроме того, государство имеет право средиться финансовыми расходами и доходами человека. Но, по-моему, это уже перебор. Люди отталкиваются и от доверия к властям. Они же видят, на что уходят их деньги. И из-за этого тоже отказываются платить налоги. Сначала нужно научить политиков обращаться с деньгами налогоплательщиков. Пока власти не начнут грамотно распоряжаться народными сборами, ни анализ поведения людей, ни мультфильмы не помогут, говорит эксперт. Кстати, Институт свободного рынка недавно провел собственный анализ распределения налогов. Оказалось, что доход государства от налогов, трудящихся, составляет более полутора миллиардов евро. Взносы в соцстрах и гарантийный фонд составляют 3,5 миллиарда евро, а доходы от налогов на страхование здоровья – более 1 миллиарда евро. Налоговое бремя от доходов работников в Литве варьируется от 33% для тех, кто зарабатывает минимальную зарплату, до 42% для тех, кто получает среднюю зарплату. А насколько все же это эффективно – вот простые цифры. Житель, получающий сегодня более 1600 евро на руки, платит в 4 раза больше взносов в СОДРУ, чем тот, кто живет за минимальную зарплату. Но в будущем он получит пенсию, которая будет всего в 2 раза выше того работника, кто сегодня зарабатывает 400 евро. Вот и вся арифметика, которая, по словам экспертов, никак не стимулирует население зарабатывать больше. Ирина Высокович, Аудрюс Андреяускас, Первый Балтийский канал. Однако постоянное ужесточение и контроль налогоплательщиков, кажется, пока никак не повлиял на теневой рынок табачной продукции. Но, по крайней мере, такой косвенный вывод позволяют сделать данные о масштабах этой вредной привычки. На одного жителя Литвы в возрасте 15 лет и старше в прошлом году пришлось 1284 приобретенных сигарет. Это чуть больше 64 пачек табачных изделий, но несколько меньше, нежели годом ранее. Что означает, что жители Литвы либо стали действительно курить реже, либо пользуются услугами контрабандистов. Или население попросту стало меньше из-за иммиграции. Точного ответа на эти вопросы статистика не оглашает. Конкуренция и общественные закупки вместе или отдельно под таким заголовком два государственных учреждения, ответственных за прозрачность конкурсов и закупок, провели конференцию. А точнее, ни конференции, ни ее организаторов увидеть воочию не удалось. Наш интерес к службе контроля общественных закупок вызвало ей уже опубликованное исследование, где обличались коррупционеры. В отдельных отраслях 55, а то и 75 процентов заказов отдают в руки одной и той же компании, пишут эксперты службы контроля закупок. Мы обратились за комментарием, но телефоны заговоренно молчали несколько дней. А в государственном офисе в разгар рабочего дня секретарю никого из сотрудников не удалось отыскать. Лучше всего подождать, когда директор вернется. Звоните на следующей неделе. Следующая неделя нам не подходит. Тогда, может, вы обойдетесь без съемки? Официально сотрудники службы, те, что не в отпуске, были заняты на конференции, которые мы в указанном месте не обнаружили. Там шел совсем другой форум – платный, международный, где бизнесменов учили, как за счет роботов сделать процесс обогащения более беззаботным. Кстати, эксперты контроля закупок упомянули в своем анализе, что только в последний финансовый период помощи ЕС, а он исчисляется шестью годами, международные договора принесли постоянно победителям конкурсов 30% средств европейских проектов или 1,3 миллиарда евро. Такие компании обычно показательно выносят на всеобщее порицание. Одну из таких нечестных фирм, правда, с оборотами гораздо скромнее, госконтролеры не так давно вычеркнули из конкурсантов с формулировкой «картельный сговор». Но после, по данным издания «Летовоз Ритас», этой фирме без всякого конкурса было поручено освоить около 30 тысяч евро с полного ведения и согласия самих же госконтролеров. Все эти факты и суммы, возможно, не стоило бы обсуждать, если бы эти чиновники не получали зарплаты из средств налогоплательщиков или за эти зарплаты хотя бы показывались на местах. Наталья Гаврюшова, Первый Балтийский канал. В Литве открылась вакансия для романтиков. Национальный парк Куршской косы начал поиск стражей дюн. Зарплата, предполагается, не слишком большая, но мотивация и ответственность соискателей должна быть на высоте. С 1 июня в дюнах Куршской косы выходят на дежурство стражи природных богатств. Команда из двух человек должна будет совершать обход дюн, работать в заповеднике и следить за порядком на территории по два дня. На столь романтичное место могут претендовать только выносливые и мотивированные люди, не боящиеся ни ветра, ни холода, ни знойной жары. На посту придется находиться по 11 часов в день. Заработная плата составляет 300 евро с вычетом налогов, а жильем специалистов обеспечит Национальный парк. Кстати, с 26 мая по 15 сентября посетителям природного заповедника Наглю за прогулку по тропам придется платить по 2 евро с человека. И это все основные события, о которых мы успели вам рассказать. После прогноза погоды вы увидите продолжение телесериала «А у нас во дворе», ну а прямо сейчас авторская программа «За кадром». Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok